Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, так еще и по ежегоднему событию Хэллоуину! Ес, ребята, я дожила наконец-то до этого дня, это мой самый любимый праздник в Star Stable. Во-первых, он мистический, он жуткий, он прекрасен, он яркий, и, честно, на фоне вот всех остальных праздников, Star Stable этот на первом месте просто по всему. Итак, теперь каждый год, видимо, нас будет встречать вот такой Воронпо, насколько я помню. Вы можете тут почитать, что он нам говорит, рассказывает о мистической цитадели всадника без головы. И теперь, если новички заходят в игру или впервые попадают на Хэллоуин, они теперь знают, куда им идти и что делать. Я согласна, что это нововведение очень полезно, потому что раньше, наверное, если бы я себя поставила на место новоприбившего наездника в Канюшню Морландо, я бы тоже потерялась, что, куда и зачем в это время года и нужно идти, девочки катаются в шляпах. Кстати, интересно, вообще, есть ли кто-нибудь Star Stable, кто не в курсе, что такое Хэллоуин? Ну, мало ли, может быть, такие есть. Но я надеюсь, что все-таки большинство наездников Star Stable это люди, которые обожают Хэллоуин и разделяют со мной любовь к этому мистическому времени года. Так что давайте отправляемся непосредственно, наконец-то, в эту цитадель. О, боже, моя любимая цитадель. Жила бы там, да не могу, к сожалению. По-моему, три недели нам даются на то, чтобы насладиться, наполниться любовью этого шикарного места. Его мрачными стенами, его темными облаками и полуразваленными мостами. И, в общем, да, насладиться всем этим. А потом, к сожалению, Хэллоуин нас покинет. Сделали бы полностью месяц. Но, по-моему, там три недели будет этот праздник, и после этого его уберут. И, кстати, да, теперь еще нас встречает на входе... Эм... Ведьма По? Нет, как же она называется? Я извиняюсь, озвучку я накладываю уже после видео, потому что сняла я видео по обновлению непосредственно в день выхода, а озвучить смогла только сегодня. Да, именно в дату выпуска этого видосика. Так что теперь нас встречает вот такая вот чародейка. У нее мы берем задания, выполняем их. И после этого почти все эти задания становятся ежедневными уже непосредственно у каждого объекта в честь Хэллоуина. Я напоминаю вам, что у нас это гонка по собиранию тыкв. Что у нас это... После этого идет гонка всадника без головы. Да, темная поездка, в которой может произойти абсолютно все, что угодно. Подземелье с тыквами. И, по-моему, это все. Ах, да, и новая... Я не могу сказать, что это гонка. В общем, новый квест, ребята. Любите пугаться и ужасов? И любите просто кататься по всему Юрвику без остановки? Берите у призрака задание в обмен за три осколка души. Вы получите задание. И как только вы покинете цитадель, вы неизвестно в какой момент будете целью преследователя всадника без головы. И мне это очень нравится. Я, на самом деле, не люблю всякие там страшилки, пугашки. Но вот в Стар Стейбл я обожаю Хэллоуин и все, что тут происходит. И когда я с Каролиной поехали все-таки смотреть весь этот праздник. И вот это вот задание с всадником без головы. Боже мой, ребята, это так страшно. Это просто жутко. Ты едешь, никого не трогаешь. Резко начинается страшная музыка. Туман. И все. И все. Вас преследуют. Я, кстати, ни разу не попалась. Также у нас добавили просто шикарные вещи. Напоминаю, что это все вещи с прошлых годов Хэллоуина. Но в этом году комплект просто на высшем уровне, я считаю. Мне он очень сильно понравился. И да, я в кои-таки веки взяла комплект СК без удвоения. Просто потому, что там в подарок шло куча всего. Также вот эти маски, в которые, собственно, я сейчас и катаюсь на Хэллоуине. И куча много других старых масок. Так что, если у вас есть СК или Шинлинги, пожалуйста, идите покупайте. В котле у нас сегодня, ну не сегодня, а в этот раз, очень таинственный какой-то комплект. Я его еще, если честно, не собрала. Дошла только до сумки. Но мне нравится название. Комплект обвиняемый. А так, вот, пожалуйста, все гонки. Это как раз вот гонка всадника, мистическая прогулка. Ах да, еще у нас гонка за ведьмами на Ведьмин Холл в осени. А вот это вот, кстати, у нас закрытый портал для сбора тыкв. И он не доступен вам, если вы ни разу не были в осени. У меня один аккаунт уже без старайдера, но портал остался. Вот, да, вот мистическая прогулка. О боже, ребят, в принципе, в принципе, чего тут перечисляют? Нужно идти и пробовать. Если вы не пробовали, то, ребят, это просто волшебно. Вот, да, подземелье тыквы. У меня просто эмоции первоуполняют, насколько я обожаю этот праздник. Ну и, надеюсь, не по секрету, вообще многие считают, что я какая-то ведьма. Но я не знаю, согласна я с ними или нет. В общем, да, и вот то, чего ради я ждала несколько лет. Нет, это питомцы-вороны, которые теперь продаются здесь. Также тут продаются все питомцы с предыдущих годов Хэллоуина. Это и тыковки, которые мы забирали за кристаллы. Это и котик-скелетик, который был в прошлом году. В позапрошлом был добавлен черный котик, насколько я помню. Вот, и в этот раз я буду их покупать. Просто потому, что, ребят, честно, я ждала воронов, наверное, с тех пор, как добавили чайок. Чайка это самый первый летающий питомец. И как только его добавили, все. Я поклялась, что я жду воронов. И я их дождалась. Я их купила, несмотря на цену. Вы знаете, я как-то сурово отношусь к цене за питомцев. Но неважно, тут теперь еще и эти шикарные кони, которых я тоже буду покупать. Также нам добавили, кроме вот этих двух красавцев, боже мой, нам добавили старых, ну, коней прошлых лет Хэллоуина. Это тыковка, болотистая лошадь, скелет Квотер и шайр всадника без головы. Просто какие же... Вот, ребят, я не понимаю. Если кто-то не любит Хэллоуин, ребята, я вас не понимаю. Извините, простите, но это просто магиевры. Учитывая то, что мне там с 13 числом все везет. И Хэллоуин я обожаю. И черных котиков я люблю. Походу, действительно ведьма. Но неважно. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И с Хэллоуином вас. Отметьте его хорошенько. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.